Нормально работать честному предпринимателю в Одессе не дают. Попытки организовать цивилизованный бизнес сталкиваются с хорошо отработанной коррумпированной системой. Жить по понятиям соглашаются не все. Против системы выступила компания «Колорита». Развлекательным бизнесом в парке Горького компания «Колорита» занимается уже 16 лет. Детские аттракционы в парке имени Горького – одно из наиболее посещаемых мест отдыха. Сейчас они под угрозой закрытия. Возник конфликт с арендатором парка. На наш развлекательный комплекс была совершена попытка рейдерского захвата. Были выбиты двери, взламаны сейфы. Были пострадавшие. Несколько дней назад компания «Веста» отключила нас от электроснабжения. Без предупреждения и без законного основания. Работа комплекса остановлена. Неприятности начались год назад, после реконструкции комплекса, в которую вложили немало денег. На них началось психологическое давление со стороны фактического собственника компании «Веста». Впоследствии подключился к этой ситуации еще брат бывшего генпрокурора Юрия Луценко, Сергей Луценко. Возникли проблемы. Одновременно, как по заказу, по всем объектам предпринимателей начались налоговые проверки. Потребовал увеличить оплату более чем в 300%. То есть, ну, серьезные начались, скажем, экономические воздействия на них, как на бизнесменов. И поставлены были в такое условие, что они фактически не могли больше осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Как рассказала хозяйка Колорита, Сергей Луценко захотел войти в их бизнес как партнер с долевым участием и заодно урегулировать ситуацию. Так как был ранее давно знаком с арендатором парка. Его формальным представителем неожиданно стал человек, принятый ранее на должность управляющего комплексом. Юрий Трояк. Он является руководителем охранной фирмы «Сокол Альфа», которая осуществила этот рейдерский захват. Юрий Трояк вошел формально в этот бизнес. Как утверждают работники Луна Парка, то он себя называет не иначе, как смотрящий от семьи Луценко. Юрием Трояком было создано новое общество с ограниченной ответственностью. Как сообщила адвокат Диана Сидорук, при регистрации новой компании Трояк внес в основной фонд имущество старой компании владельцев. Сейчас одно и то же имущество принадлежит двум компаниям. По заявлению владельцев Колорита о факте мошенничества начато расследование с целью отмены регистрации новой компании. Компания Колорита сотрудничает с областной общественной организацией «Инвалиды. Надежды в будущее». Наша организация «Людей с инвалидностью» очень много лет сотрудничает с данным предприятием. На нашем сайте инвалидности.ruспект.ком можно увидеть ряд мероприятий, проведенных вместе. Ну, все на благотворительной основе абсолютно. То есть дети с многодетных семей, дети с инвалидностью регулярно посещают этот парк, ну именно Луна Парк Колорита. На конфликт обратили внимание одесские общественники. Они поддерживают предпринимателей. Компания Колорита уже обратилась в суд. Мы предоставляем право второй стороне высказать свое мнение по поводу ситуации. Александр Виноградов, Альберт Наумов, телекомпания КРУ.